здравствуйте друзья с вами яна кунавина и программа чтоб я так жил человек который завел себе собаку хочет чтоб она была послушной этого хотят все а вот результаты добивается далеко не каждый поэтому сегодня мы продолжаем разговор о том как правильно воспитывать собаку и глазки с чего надо начинать когда появилась мысль завести собаку мы стараемся встречаться с людьми до того как они завели собаку мы пытаемся определить и понять что он хочет от собаки и нужно понимать происхождение породы потому что если служебник то соответственно будет больше ориентирован на человека у него будет склонность больше к обучению то есть у него скорость реакции будет другая собаки аборигенного типа там кавказы азиат кибетские маститы если они самодостаточные они охраняют территорию допустим декоратив и тоже как бы свои сложности нужно понимать ее особенности поэтому все равно мы стараемся посмотреть на человека пообщаться с ним понять психотип человека и уже исходя из этих данных подбирать под него породу но если так случилось взяли собаку с а собака ведет себя очень плохо если ребенка не занимает он еще разносить дом мы наверное это больше называем даже на дрессировка воспитания потому что мы же не делаем так допустим ребенок пойдет в школу в 7 лет то есть мы же все равно с ребенком разговариваем пытаемся изучать азбуку там общаемся развиваем всячески и соответственно если мы это все уберем и ребенок 7 лет придет школу ему посадим ну скажи с чего так началось со всеми лет нормально же было чего начинаете потихонечку на таких же ситуация то есть поэтому когда собака приходит в год для нее это просто полный шок мы рекомендуем составить список вопросов которые вас вот на сегодняшний момент максимально волнует и на основании этого списка мы уже делаем какое-то заключение и разъясняем людям что же с вами происходит и почему же у вас есть такие сложности с собакой самые типичные проблемы с которыми обычно городские собаковладельцы приходят один из основных вопросов собака тянет на поводке агрессивное поведение тоже который ну или собака меня не слышит вот выходим на улицу и совсем нет хозяина и это все на самом деле довольно просто решаемое но во времени это все-таки нужно нужно прикладывать усилий мы привыкли скрывать свои эмоции для человека и для собаки это огромное значение имеет то когда его время хвален много действий можем оказать за счет голоса то есть за счет интонации за счет поз и за всех за счет всего остального начиная с того что нависаете на щенком вы тем самым выводите собаку на конфликт то есть я большой черный я над собаками висаю а он маленький ай блин что-то здесь нехорошо ему очень некомфортно становится но многие люди считают что можно обойтись без кинологов там интернет книги читай и вот одинаковых собак лессировщик это больше как психолог и по жестам по поведению должен понимать что происходит имеет огромное значение прочтение изначального материала допустим давайте прочитаем просто пусть и методичку по хирургии а потом пойдем делать операцию что-то у нас это не очень хорошо все получится поэтому все равно есть специальные узконаправленные люди которые занимаются определенными сложностями это у меня уже вторая собака породы доберман первый был кобель и с ним я занималась самостоятельно наделали конечно кучу ошибок кобель у меня начал бегать за бродячими собаками прямо во время игры с этим очень неудобно жить приходилось гулять в общем-то в изоляции одним а с этой собакой мы сразу пошли наталья она стала очень послушная плюс мы выучили кучу всяких трюков и мы просто на улице во время наших занятий скапливаться куча зрителей которые нами аплодируют и очень радуемся когда все у нас получается мне нравится делать это и для себя и прям это такая перезагрузка отвлечься можно от бытовых проблем также мы готовимся и к сдаче о кд будущем хотим участвовать соревнованиях по послушанию может быть даже защите многие заводят собак для детей но это ведь тоже целая наука вообще в принципе покупка собаки для ребенка это странно вы в семью приводите живое существо раз уж есть такой запрос мы собираем на первое занятие обязательно всей семьей а ребенку даем вот на данный момент посильные задания ребенок может не увидеть сигналов которые подает собака а мы учим правильно читать поведение собаки а если правильно выстроено общение и у собаки обязательно есть место куда отойти и отдохнуть возможно все много теоретических полезных советов мы сегодня от вас получили но а у меня еще предложение какой-нибудь практический совет ну например приучить собаку автомобиля видимо здесь тоже есть определенные правила и профессиональные секреты в принципе ничего сложного нету то есть если собака понимается выгоду она так будет делать у многих собак бывает неприятие автомобиля то есть мы начинаем сначала для начала кормить собаку возле машины чтобы машину у собаки вызывала положительные эмоции и желания быстрее к ней приближать потом считаем просто потихонечку кормить собаку внутри машины если собака совсем боется машина то есть вы можете перевести кормления собаки полностью в машину до тех пор пока у собаки не буду положительной эмоции в отношении машины но опять же передвигаясь собакой на машине мы должны помнить о том что собаку чаще всего учат к этому перед поездкой длительные и лучше не кормить чтобы собака не убежала потому что вы можете про припарковаться на обочине может быть дети стоять вокруг и чтобы избежать конфликтной ситуации, мы дожидаемся того, что собака ждет нашей команды. И в процессе движения в автомобиле желательно собаку пристегивать. Существуют специальные ремни безопасности для перевозки собак в багажнике. Или, допустим, когда собаку убираем в бокс, либо клетку, и наши собаки просто садятся в багажник, ложатся и спят. Лежать, сидеть, лежать, сидеть. Умница! Как выяснилось, в рамках одной программы невозможно ответить на все вопросы по правильному воспитанию и дрессировке собак. Поэтому в следующую нашу встречу мы обязательно продолжим говорить на эту важную тему. С вами была программа «Чтоб я так жил». Маша, колбаса кончилась. Но на всякий случай, Маша, на всякий случай сидеть, лежать, сидеть, лежать, сидеть. Вот все-таки воспитанная собака делает исключение. Да, даже без колбасы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok